США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время объявить Иерусалим столицей Израиля. Он отметил, что пошел на этот шаг из-за того, что несмотря на два десятка лет от ложных решений, мы не приблизились к прочному миру между израильтянами и палестинцами. Решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим было одобрено Конгрессом США еще в 1995 году. Однако каждый президент США накладывал вето на это решение. Оно было продиктовано нежеланием портить отношения с союзниками. Нужно каким-то образом балансировать. Заявление Трампа было с радостью встречено в Израиле. Однако в Палестине и арабских государствах этот шаг восприняли негативно. Существует опасение, что он может вызвать новое палестинское восстание против Израиля. Президент Турции Раджи Придаган заявил накануне выступления Трампа, что в случае признания США Иерусалима столицей, Турция разорвет дипломатические отношения с еврейским государством, заявил Ардаган. Иерусалим – это красная линия для мусульман. Я не думаю, что именно дело завершится разрывом отношений, хотя действительно ситуация очень острая. Турция – это один из основных партнеров, в том числе партнеров по военному блоку НАТО. Конечно, для США это будет существенным просчетом политическим. И вообще, нужно сказать, абсолютно четко, конкретно, без каких-либо двоякостей, то есть такое заявление, которое Трамп сделал по поводу Иерусалима, оно, конечно, израильтян очень радует, но для американцев это существенный политический просчет. В российском парламенте «Шак Вашингтона» назвали игрой с огнем, выразили опасения, что это может взорвать обстановку в зоне палестинско-израильского конфликта. Конечно же, сейчас у израильтян эйфория, радость, то есть они забились того, что они сильные склепы добивались. У арабов и палестинско-израильцев совершенно другое настроение, и, конечно, они будут каким-то образом противодействовать. Но, естественно, как только они начнут противодействовать, а у Израиля есть политика нанесения асимметричных ударов, то как раз мы получим, наверное, эскалацию конфликта из Палестины-израильского. Это, скорее всего, будет самым ближайшим первым следствием. Если Соединенные Штаты в спешном порядке каким-то образом не внесут коррективы, а это тоже возможно. Стоит отметить, что заявление Трампа раскритиковали лидеры европейских государств, представители международных организаций, включая Генсека ООН. Сразу 8 стран – это Боливия, Египет, Франция, Швеция, Италия, Сенегала, Соединенное Королевство и Уругвай – потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Диана Шилова, Универньюз.